Всем привет, с вами Нинель. Сегодня мое видео будет немножко необычным. Это видео эстафета, которую я переняла у Анечки Бурке. Многие знают это блогера. Анечка, привет тебе. Она в свою очередь переняла эстафету у Ани Купер. Любая из блогеров, девчонок, может перенять эстафету и у меня тоже, или у Ани опять же. У кого хотите, или у Ани Купер, или Ани Бурке. И сделать свое видео. Но нужно обязательно сослаться на Аню Купер. Ну и желательно же на Анечку Бурке. Итак, называется видео, это тег «Самоанализ или я личность?». Предлагается 10 пунктов, на которые нужно ответить. Ну, я постараюсь ответить искренне. Многие даже познакомятся поближе. Что-то узнают обо мне новенькое из моих ответов. Возможно, многих мои ответы разочаруют. Ну, уж какая есть. Скажи себе в двух словах. Ну, если в двух словах, то скажу вам, оптимистка-пофигистка. Коей я стала, особенно, вот, пофигисткой в последнее время. Вот. Ну, если я так немножко раскрыть эту тему, то... Что хочу сказать о себе? Вроде человек неплохой я, да? Как это? Вроде парень неплохой, только сынце и глухой. Вроде неплохой человек, но... Ну, вот так, со стороны. Вроде такая веселушка, хохотушка. Там немножко, там, чудаковатая, дурковатая. Не буду вас разочаровывать. Не скажу вам, нет, на самом деле, я такая вся, там, я очень глубокий человек. Я, там, очень умная. Нет. Вот, какая есть, такая есть. Единственное, могу приоткрыть так шторку, сказать, что характер у меня не фонтан, конечно. Особенно с возрастом стало. Я теперь могу, правда, матку резать только так. Как, если раньше я, как бы, знаете, как правду матку, в каком понимании. Если это касается меня. Если меня только заденут, то я уже молчать не буду, понимаете. Мне обязательно надо ответить, хоть как. Хоть по-гамски, хоть там, с издевкой какой, с каким-то стюбом. Раньше со мной такого не было. Раньше я, знаете, говорится, сопли жевала. Мне там говна наковырят кучу. Вот там же, может быть, с кем-то общалась раньше. Вот. Или человек вот встречаешь, и она там тебе в лоб, там, как ляпнет что-нибудь. И я, знаете, молчала. Теперь я могу точно так же ее и одернуть, поставить на место. Так что вот это вот у меня, значит, есть такое в характере описывается. Очень хорошая черта у меня. Это я, значит, могу раздражаться по пустякам. Даже. Не то, что по чему-то там большому что-то там произошло, а вот по пустякам. Это, ну, работаю над собой. Вот. Вот даже касается Джея. Ну, он не очень аккуратный человек, он не педантичен абсолютно. А я до этого же жила вот 6-7 лет. Не помню. Я уже запуталась, сколько я там с ним жила. Откуда считать? Со дня знакомств, и когда мы вместе стали жить. Потому что когда мы познакомились, мы там практически сразу жить стали. Вот. И я, значит, у меня там до такой степени, наверное, выдрессировала вот этой своей педантичностью чрезмерной. И вот этой вот своей вот этой чрезмерной чистоплотностью. Хотя я тоже, как бы, не засранка. Тоже аккуратная, чистоплотная женщина. Но, вот, знаете, до сих пор не могу. Как-то вот по всем человекам многое не принимают в Джея. В смысле, я хочу принять. И пытаюсь это принять. Но у меня не всегда получается. И я по этим вопросам раздражаюсь. Самое удивительное, что Джей мне говорит. Вот такой, говорит. Ну да, вот теперь ты знаешь, я такой. Просто вот так. Другой бы там, блин, уже скандал бы начал мне там довекать. Опять там что-нибудь ему. Он мне опять. Ну вот, теперь ты знаешь, вот и этот мой недостаток. По большому счету, это вообще мелочи. Это недостатки. Господи. Я вот так вот думаю, а что ты, Нелли? Хотела бы такого же притырка, какой у тебя был питерский. Да ради бога. Ну, оставил он там что-то. Что-то там не помолчил, что-то не убрал, что-то не увидел. Ну, подойди, молча сделай. Нет, вот надо же, понимаете. Обязательно надо вякнуть. Ну, вот такая вот. Ну, работаю над собой. Ну, я же Джейчика не обижаю, вы же знаете. Я говорю, да. Я его в обиду никому не дам. Я его сама обижать буду. Да. Второй пункт. Самые яркие черты твоего характера. Ну, вот у меня обостроены чувства справедливости. Это я везде и всю иду. Мне надо пять копеек вставить, кого-то защитить, где-то порядок навести. В смысле, вот по городам даже и весям. Я рассказывала их балтийские. Никому ничего не надо. Я там письмо писала, туда бегала, сюда бегала и в газеты писала. Вот по благоустройству там города или нашего дома, нашего двора. И до Калининграда добралась. И там оставила о себе память. В смысле, хорошие люди довольны лестницей новой. И обостроенное чувство ответственности, что я в себе это терпеть не могу. Потому что я из-за этого очень страдаю, переживаю. Вот почему я, как бы девочкам сказала, больше не хочу принимать участие ни в каких вот таких проектах, где нужно проявить свои актерские способности, там, да, вот это поюморить, туда-сюда. Я очень эмоционально выкладываюсь. Не физически мне тяжелнее, не физически, эмоционально. Я очень переживаю. Мне же хочется, знаете, все как бы, ну, для меня на высшем уровне. Хочется все вот подать, чтобы было ах. Ну, а получается там, не получается, это вам судить, конечно. Ну, такая я. Поэтому я это терпеть не могу в себе. И сейчас я вот становлюсь все больше пофигисткой уже. И надеюсь, что, если я раньше отказывалась, но сейчас еще не готова к новым проектам, там, вот такого плана, но, может, со временем я пересмотрю свои взгляды. Потому что весело же, правда? Ну, пока нет. Да у меня сейчас пока и не дает. У меня, вон, смотрите, учеба везде. И там, и вся, и вообще. Так, что нравится, третий вопрос. Что нравится в себе? И что хочется изменить? Ну, нравится во мне, во мне, в характере, вот, во внешности, я вам скажу, мне вообще ничего не нравится. Я вот начинаю от макушки и до кончиков пальчиков на ногах. Ну, ногти у меня красивые на ногах. Не уродливые. Вот, ну, я, знаете, начинаю вот так перечислять, но у меня сплошные недостатки. Ну, внешностью своей недовольная. А сейчас, тем более, вот, еще там поправилась, сам поправилась вообще. Хотя я худею, я точно так же недовольна собой. Представляете? Мне не нравится, что вот тут я дохлая какая-то, вот там какая-то морда сразу не та. Вот, значит, а по характеру, ну, что мне нравится? Ну, вот мне всегда говорили, мои мужчины, что вот им нравится, что я могу всегда и признать свои ошибки, или подойти первой и попросить прощения, если я не, там, я не права или не я не права. А если я не права, тем более, что я вот, как бы, первой подхожу, говорю, прости меня. Прости меня, больше не буду. Не ставь меня больше в угол. Значит, мне не впадло извиниться первой. Это не то, что вот, знаете, на отвалитом я извиняюсь. Нет, я все продумываю, как бы, я иду с чистой совестью извиняться, потому что я понимаю, что я была не права. Вот. И еще я не злопамятна. Не знаю, хорошо это или плохо. Мне кажется, это не очень хорошо. Потому что я, например, даже вот тот человек, который мне очень много гадостей сделал, это я о первом своем экс-хазбенте говорю. Я все равно, знаете, такая, как-то вот о нем, когда у него там было много неприятностей, я вот о нем переживала. Мне мама говорит, ой, ну, а ты вспомни вот это и вот это, вот, что он тебе делал, как он вот это вот говорил. Я что-то как-то забываю. Представляете, и подружка у меня так тоже была, тоже бывает. Говорит, да она же, ты помнишь, она тебе вот там-то, то-то. Как бы я там помню, что она нехороший человек. А что ли, все вот именно, помню, вот такие вот моменты прямо там, скорбухи там какие-то или что-то. Вот я такого не помню. Ну и слава богу. Значит, мне вот эту память свою забивать всякой гадостью. Так, ну и что хочется изменить? Ну, конечно, изменить хотелось бы дату рождения в паспорте. Но что-то не помогают никакие эликсиры молодости. Намазываю, намазываю, нифига. Вот, потом мне бы хотелось не быть такой собственницей и ревнилицей. Потому что я вообще, я очень ревнивый человек. Ну, что я для этого вот и делала? Как бы, если я замечала, что человек там кидает взгляды, идя со мной на других там тёлок, я тоже смотрела на них. Ещё и могла и пообсуждать. Скажу, какая клёвая, да, вот там вообще зашибись. Птичек не даёт особых поводов ревновать. Ну, у него, видите, ещё специфика работы такая. Он дома работает. А так, где-нибудь в офисе с девками, с тётками, тётками красивыми, может, я бы ревновала тоже. Что ещё? Значит, что хотелось бы ещё изменить в себе? Не принимать некоторые моменты жизни близко к сердцу. Потому что я вот как начну себя, блин, накручивать, как вот, говорят, из мухи слона делать. Боже мой, как понакручу, как понадумаю. Что вообще уже ни есть, ни спать не могу. И настроения у меня нет. Но он тоже учусь этому. Потому что помню, когда Карнеги читала, значит, вот по Карнеги абстрагироваться от вчерашнего и завтрашнего. Только жить в сегодняшнем. Не думать ни о вчерашнем дне, ни о завтрашнем. Чего себе вот это там думать, да? Тем более, вы знаете, есть такие кадры на Ютьюбе, которые за меня об этом думают. Вот одна тётенька, она уже всё продумала. О моей жизни, значит, будущей. Уже вплоть до того, что на мою могилку некому будет прийти. Но не хочу сказать, что меня это как-то не трогает и не печалит, что никто не придёт. Это и фиг с ней. Что я там уже буду знать, кто там пришёл или нет. Но главное, что это вообще... Это и у меня ещё, значит, я ещё не такая ку-ку, как другие люди. Я только о себе, о своей семье думаю, накручиваю себя. А этот человек уже накрутил обо мне там. Вы представляете? О, как, о, как, о, где диагноз-то. Вот. И, значит, абстрагируюсь. Или вот тоже помогает девчонке очень. Говорит себе фразу знаменитую Скарлетта Хара. Я подумаю об этом завтра. Очень хорошо. А на завтра уже проснёшься, нифига уже не подумаешь. Ну, как увидишь, улыбку с детьми. Вот это доброе утро. Доброе утро, моя любовь. И всё. И уже всё хорошо. Отношения к людям, отличающихся от меня. Ну, хочу сказать, что по большому счёту-то все же отличаются от меня. Я отличаюсь от всех. Мы же все разные. Ну, единственное, что да, как-то вот я дружу в основном с людьми, которые близки мне по духу, по характеру. Люди, которые отличны от тебя. Я стараюсь найти что-то такое для себя интересное. Чему-то у них поучиться. Ну, уже кардинально, если там отличаются. Знаете, вот это наркоманные алкоголики. Я с таким, конечно, дружить не буду. Или какая-то там стервозная зараза там какая-то. Я тоже с такой дружить не буду. Я люблю лёгких. У меня все подружки с легкими характерами, кроме меня. Ой, блин. И что они со мной дружат? Ну, запоминающийся момент в твоей жизни? Ну, конечно же, это рождение сынулички. Когда я его первый раз увидела с этими длинными каштанными волосами. Я вот рассказывала, они у него такие же грязненькие были. Я ему так все доставила. Ракист такой. Братчиха приходила, ржала с медсестрой. Каждое утро. С моего дома. Хипаря. Это самый запоминающийся и самый яркий момент в моей жизни. Положительный. Были отрицательные, конечно, но о них даже не хочу говорить. Тоже очень яркие. Есть ли друзья и много ли их? Друзей много не бывает. В основном у меня такие приятельские отношения. А подруг немного. Но дружу я с ними уже очень много лет. Проверенные в боях. И в положительных моментах. И не в очень хороших. Ой, ой, Кейла, Кейла. Вот умничка. Через провод перешагнула. Сначала не могла, потом перешагнула. Ну все, артистка. Артистка-цирка. Думаю, сейчас завалит мне тут все посевное. Новых заводить как бы... Ну, мне достаточно общения онлайн. Вот с вами, со всеми, честно скажу. И, естественно, моего джейчика. Мне очень хорошо, комфортно с ним. И не хочу. Пока не хочу. Вот девчонки, я как-то смотрю, блогеры дружат там с русскими. Не, не. И пока я не во время моё вот это не хотение, не желание ни с кем дружить. Не знаю. Ну, как-то так. Вот попереписываться, да. Я больше, я больше ничего не хочу. Так, что ещё? Седьмой вопрос. Что огорчает в жизни? Седьмой пункт. И что заставляет задуматься? Ну, огорчать по большому счёту... Конечно, огорчить может только какой-то уход из жизни или болезнь близких, родных людей. А так... Чего там огорчаться? По мелочам вот могу, конечно, тоже я. То не так выгляжу, меня это огорчает. То поправилась, меня это огорчает. То нужно, да, убирать. А мне не хочется, меня это тоже очень огорчает. Ну, это же всё мелочам. А что заставляет задуматься? Что огорчает и что заставляет задуматься? Не знаю. Вот что заставляет меня задуматься? Да лучше вообще не задумываться. Не хочу. О чём задумываться? Зачем вот эти себе опять накручивать какие-то мысли, проблемы? В общем... И вообще же я же практически блондинка. Думаю очень редко. А задумываюсь вообще. Практически не задумываюсь. Восьмой пункт. Хотела бы ты вернуться в прошлое и справить ошибки. Ой, я не считаю, что ошибки из прошлого это ошибки. Это мой опыт. Таких вот прямо глобальных ошибок я не делала. Одна ошибка у меня была, может быть, вот, что нужно было мне всё-таки продолжать заниматься танцами и танцевать в те годы. Сейчас-то уже... Куда я уже меняю на сцену лезть? А раньше, да, вот так бы в тех же ночных клубах там где-нибудь было. Я бы запросто с этим пилоном... Ой, я бы хотела. Даже сейчас же я говорю, смотри, где есть тренировки. Я хочу научиться. Мне очень нравится вот это всё. Всё такое сексапильное. Хотя мне как-то писали, что, ой, видно, типа, опыт не пропрёшь. Вот видно по тебе, что танцевала в клубах. Типа я танцовщица в клубах была. Нет, я была танцорка. Я там отжигала в ночных клубах. Ну, чтобы вот так вот танцевать, как девчонки, вот стриптиз там танцуют. Или просто такие там приваттанцы, ещё просто танцы там. Нет, это мечта. Не сбывшаяся мечта. Я удовольствовалась тем, что отрывалась с подружками в ночных клубах. У меня все подружки классно танцуют. И вот тоже я вот, да, не разошлась бы с мужем, не жила бы в Питере. Не сбежала бы от питерского, не познакомилась бы с Джейкой, не жила бы в Америке. Хоть в предыдущие там вот эти все браки были, и ошибками можно было бы их назвать, но без них бы я бы не знала Джейчика, не была бы так счастлива. Кстати, мне этот мой питерский как-то написал, значит, что вот, если бы не я, то бы, значит, ты не попала бы в Америку. Я говорю, да, спасибо тебе, дружище. Спасибо, что ты мне поизменял, поиздевался над нами с Сашей. Вот, а так бы точно. Уже даже не знала, куда бежать, что я аж в Америку сбежала от таких притерков, как ты. Ну, это тоже он такой, 50 на 50. 50% в нем очень-очень хороших качеств. Девятый пункт. Что тебя вдохновляет? Если честно, ожидания следующей поездки туристической. Куда бы еще поездить за всю жизнь хоть, посмотреть немножко мир, Америку. Ну, тоже вот, что тебя вдохновляет? Смотря на что, на занятия спортом вдохновляет. Значит, посмотришь на себя в зеркало, на свое вот это бодио, на свои тяжеры. Сразу вдохновение приходит. На изучение инглиша, потому что, знаете, хочется как-то больше узнать об этой стране, об этих людях. Свободно вот разговаривать. Тоже вдохновляет меня жизнь в Америке, вот, на изучение языка. На хорошее настроение вдохновляет, конечно же, тот факт, что все хорошо у родителей твоих, у сыночка твоего, у Джейчика, у собачок. И Юлий тоже вдохновляет. Вдохновляет солнышко, цветочки. Вдохновляет спокойная такая размеренная жизнь. Улыбки Джея. Каждый день вот это, вот так вот он мне так говорит. Нинел, я думаю, ну сейчас что-нибудь скажет. Я говорю, что? Я люблю тебя. I love you. Такой пошел опять. Нинел. Ой, такая зайка вообще. Вот. И десятый пункт. Что главное в жизни? Твоя цель, к чему стремишься? Ну, главное в жизни, это, так вот, в глобальном масштабе, конечно же, это мир, да? Что главное в моей жизни? Ну, здоровье. Здоровье моё, родители, сыночка, Джей, собачулек, здоровье моих друзей, близких. Ваше здоровье тоже главное для меня, будьте все здоровы и счастливы. А так, что главное в жизни, чтобы сыночек нашел себя в этой жизни, чтобы удачно женился, чтобы все у него было хорошо, чтобы мамочка с папочкой были жив здоровы, подольше жили. Ну, а пусики мои. У меня, кстати, вот, были три недели в Светлогорске в санатории военном. Вот так они на субботу, воскресенье приезжали домой и уезжали. Папа люкс заказал, мама мне там рассказала, мы в люксе жили в санатории, потому что там мало люксов и редко, когда попадешь в эти люксы. Ну, в общем, довольны были на 11 этаже, что ли, говорила, с видом на Балтийское море, на Балтийское побережье, на пляж. Каждый год ездит отдыхать. Папа у меня молодец такой активный, пробивает путевки. Раньше всю жизнь ездили каждый год и до сих пор. Но сейчас вот я в силу возраста, все-таки уже не молодые, как-то вот ездили, может быть, года три назад или четыре, наверное, больше четыре в Ялту. А так вот в основном вот Светлогорск, Зеленоградск побережье. Ну, там тоже клево, там такие городки немецкие, сохранившиеся с архитектурой, ой, во всем класс. Пляж, бляж. Твоя цель, к чему стремишься? Ну, что ум сказать, моя цель. Ну, я сейчас озвучила, значит, выучить английский. На это, я знаю, десятилетия уйдут. Фиг его, выучишь весь так этот английский. И научиться водить машину. Хотя вот, опять же говорю, вообще не горю желанием. Вообще и тачка вон классная стоит, да? И смотрю, вот так вот думаю, ой, и вот здесь вот поехала женщина и там. А я что, такая тупая, что ли? Ну, получается, да. Вот такая, и тупая, и дурная, что у меня это вообще не прельщает. Ой. К чему стремишься? Ну, вот это вот два таких стрема. К чему мне уже хероняки старались тормиться-то? Чтоб старались встретить, не болея. И в здравом уме. По внешним данным, вот, ну, мое стремление, это всегда хорошо выглядеть. Я стараюсь, по крайней мере, не опускаться. Как я опустилась на Гавайях, слушайте. Вот это там не мое место. Я там точно буду как-то хиппи. Добрала же с собой косметики, ну, кроме кремов ночных, дневных, там, защитных, я ничем не пользовалась. Можете себе представить? Я вообще ни разу ни подводку не достала, ни тушь. Ну, помадой, может, там пару раз красила, и тут такой бледный. Вообще не хотелось ничего, ничего. Вот в косметику вообще не накручивалась. По-моему, я голову расчешу, заколола, и все. А раньше нет, у меня раньше такого не было. Я все время при макияже, при причесоне. А сейчас вот у меня, правда, такой релакс был. Ну, ногти, ногти, это у меня, это святые там ногтики. Накрашеный маникюрчик, педикюрчик. Так что. Вот так вот, как смогла, ответила. На пунктики. Девчонки, значит, блогеры, еще раз повторяю. Девчонки-блогеры, перенимайте или у меня эстафеты, или у Ани, у Ани Бурки, или у Ани Купер. Снимайте видео. Не забывайте ссылаться на этих девочек. И послушаем вас. Ваши ответы на теги. Самоанализ или я личность. А я какая-то вообще не личность. Какая-то я странная личность. Какая-то подозрительная личность я. Все, всем пока. Всех люблю. С вами была Нинель. До новых встреч. Встретимся в коментах. Кисую вас и халую.